всем добрый день в новом году сегодня хочу показать вам свой рулет который я делала из брюшина потому что на стриме спрашивали как этот рулет получился мы сказали что очень хорошо но вы же не видите как он у нас получился там взять подносил но показывал срез один и там же остатки на тарелке были и сейчас я вам покажу что с этого и что получилось у нас какой рулет получился он был большой а стал вот такой бумаги и в пакете я держу смотрите я сейчас отрежу кусочек и вам покажу режется хорошо смотрите он очень вкусный очень вкусный рулет но но год быка которого мы встретили не осилил его даже всем мы были за столом все вместе но не справились вот раньше готовили на новый год всегда много потому что на второй день на третий приходили гости друзья знакомые родные приходили и все как-то подбиралась под видео подъедалась но а сейчас уже узкий круг и надо готовить очень мало даже на рождество буду вообще по минимуму вот этот рулет сейчас запакую и отправлю в морозилку потому что уже его не кушать не хочется уже сытый уже чего-то полегче хочется не такой калорийная так что с рулетом управимся сегодня я хочу испечь подушечки к чаю такие маленькие в масле потому что у нас к чаю был чак-чак только но чак-чак подъели конечно и бабушке он очень понравился и лена невестка просила говорит скажите мне рецепт ну потом скажем а сегодня я буду делать такие подушечки которые в масле пекутся жарятся мне понадобится 150 миллилитров молока теплое молоко у меня 50 грамм масло сливочное она уже в комнате постояла теплое стало чуть-чуть соли и 300 грамм муки всего три составляющих 300 грамм муки высыпаю сразу лью сюда вернее соли сюда чуть-чуть щепоточку соли добавляю лью сюда молоко все сразу молоко теплое и масло все одновременно и все это хорошо нужно перемешать если кто-то хочет можно добавить ванили немножко чтобы пахло и все хорошо замесить все вот так размешала до хлопьев а теперь на стол и буду вымешивать на столе ничего пока больше не добавляю буду просто вымешивать собирается комочек те все тесто получается уже видите уже два комочка побольше стали а мне нужно один и большой вот уже как становится но еще вымесить надо еще не вымешана вот так вымешала вот такое поднимается теперь дам отдохнуть минут 15 пусть полежит и придет в чувство от моих кулачных боев пока тесто отдыхает я буду чай заваривать сегодня у меня чай будет немножко зеленого заварки зеленую водочку и вишневые листья летом тоже сушили он такой получится приятный приятный чай с вишневыми листьями сейчас заварю присоединяйтесь с нами будете чай пить заваривайте в пакетиках это совсем другой чай а вот так заваренный чай очень очень вкусный очень ароматный получается а при входе в дом у нас в прихожей на вот этой морозилке мы поставили такую композицию новогоднюю и на рождество снова будем зажигать свечи на новый год зажигали сейчас я просто зажгла показала как это все выглядит на новый год снова на рождество будем зажигать свечи самый волшебный праздник будет полежала отдохнула прошло у нас 15 наверное теперь нужно вот это тесто оно стало мягенькое такое раскатать не очень тонко и не толсто с пол сантиметра такая толщина должна быть буду раскатывать раскатала а на плиту уже поставила емкость налила масло и включила плиту надо масло чтобы прогрелось хорошо пока буду резать на кусочки масло у нас прогреется ну вот таким зигзагообразным ножом буду резать такие подушечки буду делать буду рисовать и в другую сторону вот так получилось ждем когда масло разогреется проверяю так масло и один маленький кусочек кину для проверки еще нет смотрите вот только-только будет разогреваться хорошо чуть-чуть подождать надо а то будут потом масляные очень пропитаны маслом кстати посмотрите у меня новое блюдо появилось смотрите какого нежного цвета это дочь подарила на новый год она нам всем подарила по моему елене и жене племянника подарила такие тарелочки большие так что будем пользоваться в новом году новой посудой так а здесь все разогрелось можно уже закидывать наши подушечки я делала маленькие надо накидать их столько чтобы они друг другу и не мешали но и особо много пустого места не было вот столько хватит начали уже всплывать смотрите вот смотрите цвет уже начал меняться видите румянится уже пусть еще подрумянится вот смотрите как они поджарились подрумянились можно уже вытаскивать закидываю следующие кто-то когда-то у меня спрашивал что это за доска на стол я кладу это столешницы вырезали вот для плиты отверстие и вот у нас такая доска осталась я на ней всегда тесто раскатываю а еще такой второй кусок есть я это от мойки для мойки вырезали тоже отверстие все все выпекла и спекла и сжарила убираю потому что как только горячие убираю сразу испекла все порция маленькая чтобы один раз сесть и с чаем все съесть потому что тесто то более-менее простое совершенно кто пост держит то поститься продолжает до рождества там можно местом молока воды вместо сливочного масла растительного масла немножко и все и будет у вас вот такой вот сладкая счастье к чаю ты будешь наливать давай горячее вот это ступень ну что же это вот так вот так первый мне кто знает что такое кай тарма вот так вот наливаешь а потом а потом назад назад чтобы чай хорошо заварился и так три раза а мне а тебе хватит а кто-то скажет что нельзя быка в этом году дразнить красным цветом слава вот снимал шарик красного цвета но мы его не дразним это чтобы бык нас держал все время в тонусе чтобы мы не расслаблялись в этом году попробуй только расслабься заболеть захондришь будешь чай пить с вишневым листом всем хорошего настроения приятного чаепития давай попробуем же ччачок нет да сейчас попробуй промочить горло хороши чай татата там а я не знаю вам будет видно или нет вот такими слоями маленькими так что подушечки кто хочет можно испечь квадратиками кто хочет может нарезать длинными брусочками как картофель фри по-другому будет смотреться на столе всем желаем приятного сегодняшнего дня начала нового года до 21 февраля будет все еще поздравление с наступающим с наступающим 21 февраля наступит новый год пока по китайскому календарю да 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 причем здесь мы не знаю вот стали все думать какой год наступает это же у китайцев такой а у нас не было такого так что настоящий год новый наступит 21 февраля всем всего хорошего до встречи